На Покровском и Кураховском направлениях состоялась почти половина боев за сутки, Генштаб. За минувшие сутки, 25 ноября, на фронте зафиксировано 191 боестолкновение. Половина всех боев состоялась на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом сообщает новости Украина, со ссылкой на фейсбук страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины ВСУ. За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, пять пунктов управления и еще один важный объект противника, пишет Генштаб. Ситуация на направлениях. На Харьковском направлении враг пять раз пытался штурмовать в районах Волчанска, Кудеевки и Казачьей Лопани. На Купянском направлении состоялось 23 атаки, неподалеку Новомлинска, Колесниковки, Загрызова, Синьковки, Лозовой, Кругляковки и Зеленого Гая. На Лиманском направлении враг 11 раз атаковал позиции наших воинов. На Краматорском направлении россияне четыре раза в районах Часового и Ара и Ступочек. На Торецком направлении враг 6 раз штурмовал в районах Торецка, Дачного и Щербиновки. Один бой еще продолжается. На Покровском направлении остановлено 51 наступательное действие россиян в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Григорьевка, Петровка, Даченская, Пушкино и Пустынка. На Кураховском направлении отражено 46 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед, вблизи Солнцевки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Дальнего, Курахова, Успеновки, Елизаветовки и Ановки. На Времовском направлении россияне 13 раз атаковали в районах Равнополя, Новодаровки, Константинопольского и Сухих Ялов. На Ореховском направлении отбиты две атаки, вблизи Новоандреевки. На Приднепровском направлении враг атаковал три раза. Потери России в войне. С начала полномасштабной войны Российская Федерация, РФ, потеряла более 733 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки силы обороны ликвидировали еще 1480 террористов и уничтожили 6 танков, 20 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем.